Всем привет дорогие друзья, с вами Фёст, и на сегодня мы бросим первый взгляд на игру по названиям Team 6. И те, кто из вас активно следит за каналом, наверное скажут, Фёст, что за первый взгляд? Ты уже снимал первый взгляд по игре Team 6? Но просто, просто забудьте то, что я снимал, потому что у меня тогда, ну я запускал на другой версии эмулятора, и у меня игра работала неправильно. Солдаты не стреляли, танки не ездили, в общем это нельзя назвать нормальным первым взглядом, поэтому мы возвращаемся к этой игре заново, и сегодня мы... Кстати, у меня тут что-то улучшилось, пока меня не было, можно я прокачаю это здание ещё раз, спасибо большое, а это мы пока что прокачивать не будем. Так, в общем смотрите, ребят, мы сегодня опять отправляемся на первую миссию, но на этот раз всё будет как оно должно быть. Солдаты будут стрелять, а мы будем уворачиваться по мере наших сил. Все диалоги скипаем, это мы всё знаем, я уже настроил, подготовился. Я кстати ещё узнал, смотрите, по поводу вот этого прыжка, я раньше замечал, что он типа прыгает, но на самом деле, если он просто стоит на месте, то они ложатся. То есть только если ты на ходу этот кружок используешь, то они будут прыгать, вот что. Так, здесь у нас есть база, я не знаю, может быть можно как-то, давайте осмотримся сначала, как нам лучше зайти. Вот здесь, наверное, зайдём на нижнюю базу сперва, почему-то мне так охота. Давайте, наверное, подползём сперва сразу вот к этому зданию, пока они меня не видят, и взорвём его. Ой, блин, а чё так плохо? Так, убегаем, ребята. Всё, надо отстреливаться. Они гранаты кидают враги, вы заметили, да? Так, базука помогла. Отлично. Ну, вы видите, это уже совсем другая игра, это не то, во что мы играли раньше. Так, вот эту вещь мы... Причём гранату, он, видите, он теперь их прям реально кидает. Ой, блин. Так, ладно, отбились. Как бы нам так красиво кинуть гранату именно туда, куда я хочу? Ладно, давайте просто... Да ё-моё, хватит стрелять. Я тут пытаюсь прицелиться, чтобы... А, мы просто забор снесли. Ну, давайте вторым выстрелом мы доснесём эту штуку. Они же там без конца появляются, да, в том домике верхнем? Они теперь знают, где мы? Да попадите вы по нему. Давайте, я думаю, домик снесём. Как только мы снесём домик, нам сразу станет проще жить. Да что ж ты будешь делать? Я слишком это... Слишком близко подошёл. Да, 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 да. Хотя мне оставалось просто это здание снести. Ну, короче, тут надо быть осторожным. И надо понимать, что здесь есть такая вещь, как френдли фаер. Ладно, мы у нас... Мы давайте сразу купим несколько наёмников. Так, сразу купим несколько наёмников. Чтобы они у нас были. И пойдём эту миссию пройдём ещё раз. Ещё раз. Мы ещё ни разу не прошли. Так что не надо это говорить. Пройдём ещё раз. Ну, почти прошли, но... Но не считается. Да, да, да. Я уже читал все ваши диалоги. Я уже знаю, как тут что делать. Я уже знаю, как тут на изи проигрывать. У меня большой опыт. Так, давайте я в этот раз просто вот так... Так, наискосок. Могу стрельнуть? Всё. Отлично. Да блин, он так за кусты встал. Его действительно фиг подстрелишь. Хватит гранаты кидать. Вы вообще офигели. Я тоже могу. Опа! Хорошая гранатка. Ну ладно, не очень хорошая. Только одного задела. Но, по крайней мере, уже что-то. Так, давай теперь... Надо учиться нормально гранатки кидать. Ой, ё-моё, нам в спину зашли. Вы вообще офигели. Я от вас такого не ожидал. Я не побегу сейчас за той одной монеткой. Я побегу наверх. Нам нужно взорвать им дом, чтобы они... Они, понимаете, они уже знают, да, что мы тут присутствуем, блин? Они нам одного убили. Когда нас трое было, у нас как бы огонь плотнее был. Нам было проще жить. Нам надо вот это зданием снести. Всё, вот теперь они появляться не будут без конца, да? И теперь нам будет проще жить. Здесь никого нету. Нам нужно просто пойти и добить оставшиеся... Постройки артиллерии, которых три штуки. Щух. Одна гранатка. Он, кстати, он, по-моему, стреляет куда... Не туда, куда... Ну, как бы, моя мышка не считается. То есть, либо куда я смотрю вот по мере движения. Вот видите, вот этот глазик. Либо мне надо вот самому направить этот глазик вот так. Короче, здесь не очень удобно с гранатами. Но вот сейчас он её кинет прямо. В общем, я хочу сказать, что мне... Ну, я не знаю. Может, на телефоне мне было бы проще, но на эмуляторе у меня есть трудности в управлении. Ну, или тут надо, как бы, приноровиться со временем. Ладно. Замечательно. Миссия пройдена. Две звезды. Ну, наверное, я слишком долго, да? Там под конец вот это... И, наверное, я одного солдата потерял. Поэтому только две звезды. Уф. Ладно. Что, идём сразу в следующую миссию. Две звёздочки. Но её можно будет потом переиграть, эту миссию. При желании. Но мы прямо сейчас не будем что-то переигрывать. Что-то нам тут крутишь, что можно поменять. Райфлмен. А почему вот этот синий? Он, типа, уже со званием или что? Вот эти как бы серенькие. Возьми одного синенького. Так, ладно. Погнали на миссию. Я даже не помню. А что там было во второй миссии? Там появились вот эти здания, да? Из которых они стреляют. Кстати, знаете, у меня что сейчас появилась мысль? Я же в прошлый раз, когда играл, я не использовал вот эту возможность ползком. Может быть, эти здания, из которых стреляют, может быть, их можно ползком проползти. И они тебя, типа, не заметят. Я... Ну, было бы здорово, если бы это было так. Ох ты, ё-моё. Да, эти солдаты, они уже не такие тупые, как раньше. Да, блин. Я ещё... Я от вашей гранаты упрыгал, а вот вы от моей не очень. Так, здесь у нас... Ой, ё-моё. Довольно-таки неудобно, надо сказать. Я не знаю, здесь надо что-то взрывать, вот это, например. Ну, давай на всякий случай гранатку кинем. Сейчас они будут идти бесконечным потоком. Я это помню место. И самое неприятное... Самое неприятное, что раньше-то они тут шли бесконечным потоком, но они при этом не стреляли у меня, когда у меня забагалась игра. А сейчас они отлично стреляют ещё. Так, ладно, это здание уничтожили, но мы, по-моему, потеряли бо... Давай туда гранатку кинем. Там, по-моему, ещё одно здание, да, боевое где-то? Да ё-моё, хватит кидаться в нас гранатами. Знаете, что неприятно? Даже осмотреться толком времени нету. Они без конца нападают. Ой, блин, мы ещё одного бойца потеряли. Я помню, что там снизу вроде идут за деревом, да? Вот там вот. Да ё-моё! Ну, как так? Вот я хотел... Ладно. Это, на самом деле, это очень сложная игра. Ну, как бы, особенно, если вам ещё и неудобно в управлении. Но тут такое, ребят. Тут, как бы, знаете, в чём суть? Эта игра заставит вас потеть, болеть и гореть. Вот, да, хорошее слово. Фух, так, ладно. Попытка номер ту. И чёрт знает, сколько этих номеров ещё тут будет. Четыре ракеты у меня, одна граната. Они, по-моему... А, они... Там же склад, да? Там можно взять всё-таки. Довольно далеко, кстати, метает гранату. Давайте попробуем сейчас не экономить гранаты. Вот это всё. Так, давай взорвём. И давай возьмём, да, здесь гранатки и... Да ё-моё, я запутался в заборе. Поём. Тут ещё вот пойди попробую нормально метнуть. Вот когда я целюсь на правую кнопку, тогда у меня более-менее... Но если я настроил, что я, когда я нажимаю правую кнопку мышки, у меня появляются прицелы, и они постоянно стреляют туда, куда я смотрю мышкой. Вот в этот момент более-менее... Кстати, знаете, как я могу гранату, наверное, метнуть? Вот прямо через деревья. Вот туда. Могу так? Могу, но я не достаю до этого здания всё равно. Вот, достал. Нормально. И никого не потерял, ребята. Самое главное. Я должен прям гордиться собой. Это мой первый более-менее... Да ё-моё. Они идут прям бесконечно, и мне... Мне надо прям напролом, да, что ли, идти туда? Дайте я осмотрюсь, что у них там. Там вон здание, блин. Ну, мне кажется, к этому зданию надо через низ пробираться. Вот как мы пробирались, и через дерево. Может, прямо через вот это нижнее дерево, наверное, я могу гранатку кинуть. Мне ж не обязательно. Зачем я тогда выходил из укрытия? Вот так вот, опа. Всё, отлично. И в прошлый раз мы пошли туда вниз направо, а здесь сверху тоже что-то есть. Там, по-моему, дополнительную миссию можно выполнить. Да ё-моё, кто-то в спину зашёл. Так, пойдёмте туда наверх, пока там ещё... Так, осмотримся сразу. Вроде ничего страшного. Есть тут какие-то солдатики. У меня ещё базуки, 4 штуки. Ой. А, и тут ещё снаряды есть. Откуда вы там идёте? Кудрич, этих двоих мы подорвали. Вот этого убейте, пожалуйста. Что здесь у нас? Так, что у нас ещё? Анти-эйр-миссайл нужно какой-то уничтожить. Если честно, не понимаю. Мне кажется, вот этот домик надо уничтожить им. Мне кажется, там солдаты появляются. Давай вот это уничтожим, нет? У меня ещё осталось две базуки. Мне надо сейчас аккуратнее расходовать. У меня, кстати, солдаты довольно-таки, ну как бы, они на хитах. Они очень многие очень сильно подранены. А, вот что мне надо уничтожить. И все дополнительные миссии я выполнил. То есть, пудыщ, готово. А вон там ещё базука была. Ладно, эту миссию мы сделали. Это мои ребята молодцы. И у нас сейчас будет третья миссия. Та миссия, которая у меня забагалась конкретно, и танки не ездили. И для этой миссии нам понадобится, я насколько помню, нам понадобится сапёры. Да, давай сразу. Ну, хотя у меня, наверное, есть какие-нибудь изначально, скорее всего, дают. Но мы давайте сразу рекрутируем. Кстати, с деньгами. Помните, у меня тогда денег было, просто там какие-то давала, золото. Здесь, на самом деле, не так много золота даётся. И если ты будешь постоянно терять войска, то у тебя будут с этим делом проблемы. Здесь можно посмотреть, кто у нас умер. Долгая память нашим солдатам. Можно будет посо... Это простые солдаты погибли. А некоторые, если ты там прошёл, допустим, ими несколько миссий, они будут получать какие-то звания, да, награды. И ты такой, блин, это был мой ветеран. Как жаль парня. Хороший был боец. Эту миссию даже на три звезды прошли. Ну, наверное, потому что мы ничего не потеряли. Я так понимаю, синие флажки это наши, да, а красные вражеские. Так, что ли, получается? Так, нам для этой миссии нужно как минимум два сапёра. Кого заменим? Кто у нас здесь? Давай ты. Короче, вместо тебя будет вот этот синенький сапёр. Я не знаю, почему некоторые синие, а почему некоторые серые. Кто знает, ребята, пишите. Скилл фаст свим. А, погоди, я, кажется, понял. Синенькие это те, у которых есть особый навык. У этого быстрая перезарядка, а у этого быстрое плавание. Ну, давай, давай, как бы, матёрых. Я не знаю, но мы их сейчас матёрых и потеряем, да? Ну. Ладно, волков боятся. В лес не ходить. Давайте вот так. И погнали. А мы, кстати, никакие шмотки нигде не приобретали, чтобы там кому-нибудь что-нибудь заменить. Там новый броник или там новые ботинки. Новое оружие, в конце концов. Кажется, нет. Ладно, погнали как есть. А я, по-моему, в первый раз я играл, там мне какие-то пушки падали, да? И броня даже падала. Теп-то скип. А этот раз мы, ребята, на танке. Да, мы уже знаем. О, смотрите. Так. Погоди. Как там нам прицелиться? И огонь. Огонь. Не-не-не, погоди. Не едь никуда. Погоди. Мы сначала аккуратно надо. Аккуратно всё осмотреть. Вот, 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 вот. Погодите, вы никуда не едьте. А, смотрите, они тоже поехали. Я помню, помню. Там надо сначала осмотреться. Вот, допустим, танк. Но мы его с этой позиции, наверное, не подстрянем. Деревья будут мешаться, да? А здесь что мешалось? Ну, у меня снаряды бесконечные. Вот, всё-таки подстрелили. Теперь вот там, снизу, я помню. Ну, давай чуть-чуть сюда подъедем. Я там снизу, помню, база была. Вражеская. Вот она, её краешком видно. Сносим. Хорошо, когда ты знаешь, что где, да? Это знание прямо спасает. Потом, вот это вот сейчас уничтожим врагам. Они даже, даже не едут в нашу сторону. Я помню, сейчас, когда я сделаю ещё небольшое движение, враги поедут в нашу сторону. То есть, там чуть-чуть мы выдвинемся. О, а вот, их и так видно, можно, наверное, сделать, что никто не поедет в нашу сторону. Давай ещё подъедем. Никого нету. Давай ещё подъедем. Вот этого надо случайно не взорвать, это наш парень. Я хочу очень аккуратно продвигаться. Эй, вы, вы чё-то нифига не аккуратны. Ты куда поехал? Погоди. Я тебя прикрою. Если что. Вот, надо этот танк уничтожить. Не знаю, попадём мы отсюда или нет. Вроде по прямой, но может быть дерево... Так, погоди. Ну уж... Да, не-не-не, стой. Слушай, как маленько неудобно мне, чувствуете, да? Эти что ли двое решили? А, они пошли посмотреть? Зря вы так. Они всё-таки приходят. Здесь чё, танк взорвался? Кажется, танк взорвался. Это как в этом, я не знаю, в какой игре там было? Кажется, показалось. А, это в каком-то, типа там, Скайрима или... Ой, погоди. Редут, надо уничтожить. Сейчас тоже вот три солдатика придут посмотреть. А чё это тут взорвалось? Непонятно. Стрель, наши танки прям проезжают. Погодите, сильно вперёд не едьте. Тут у нас это... Ой, блин, я не хочу туда ехать. Я хочу туда стрелять. Ну-ка, отъезжай маленько. Чё тут опасно? Ну, обзор возьми сюда. А, бей. Слушай, они ещё гранатами стреляют без конца. Вы чё, не можете вот этого, что ли, сами как-нибудь уничтожить без меня? Я свой танк, по-моему, уничтожил. Но они там катаются, а сами нифига не делают. Так, давайте мы вылезем из танка. Потому что сейчас сапёры рядышком, они его починят. Сколько хп у танка. Ждём, пока у них откатится этот... Их стамина, чтобы они его дочинили. Можно пока пробежаться тут монетки собрать. Надо быть осторожнее. Ну чё, чините? Давайте вернёмся в танк. И знаете, что я хочу проверить? Так, я вот этот ящик, помните? Мы его так тогда и не смогли взять. Ну и сейчас мы однозначно... Что это такое? Просто хпшка? Восстановление хп или чё? Может оно и стаминовость наполняет? Так, ладно, садись, поехали. Короче, знаете, как мы можем? Мы можем периодически, как бы это сказать. Тут, кстати, и даже бриллианты падают. Мы можем... Прокатился, вылез, прокатился, вылез. Я думаю, мы можем вот так действовать. Пойдёмте бриллиантики соберём, мне кажется, это важно. Он чё, пропал, что ли? Или я всё-таки его собрал? Вручную на танке маленький, не очень удобно ездить. Он корял, ну, не знаю. Видите, когда солдаты бегают лучше, чем танк? Ну, когда я управляю через ВСД. Но благо, можно просто кликнуть, и он сам поедет куда надо. Так, теперь аккуратно продвигаемся. То есть, сначала осматриваем, чё тут есть. Потом двигаемся. То есть, потому что мы можем стрелять... Блин, вот это я не знаю. Нашего бы не задеть. Поэтому стрельнем вот так вот подальше. Вот, здание уничтожено. Наш товарищ не задет. Так, давайте туда наверх сразу поглядим. Здесь просто забор. Парень, ты сейчас чуть мне под снаряд не попал. И вот эту надо штуку уничтожить. Здесь береговую линию осматриваем. Вроде нифига не видно. Ну, погнали сюда. Сейчас это... Надо алмазы собрать. А, он просто достаточно близко подойти, и он автоматически собирается. Теперь я понял, почему я такой. Погодите, а где алмаз? Я же вроде ехал туда, где он. Я просто не обратил внимания, как он собрался. Так. Туда направо пока не пойду. Съездю сейчас вот этого парня вызвали. Здесь, типа, знаете, наши солдаты, захваченные в плен, и мы их спасаем. Все, ты спасен, да? Так, теперь аккуратнее, осматриваемся. Так, вижу вражеский танк. Самый прикол, что мы можем бить очень далеко. В этом плане эта миссия гораздо проще предыдущих, потому что... Здесь не надо ни с кем драться. Блин, дерево мешается. Здесь, ну, то есть, если очень аккуратно сыграть, то можно вообще всех уничтожить на расстоянии. Сможем попасть? Или опять дерево? Давайте вот так попробуем. Может быть, не заденем дерево. Да, нормально. И вот еще танк. Так, и здесь еще есть парочка танков. Так, ну, давай так. Все, этот спасен. Отлично. А эти танки нас заметили. Все-таки надо было... Блин, как мне сложно с управлением. Вот этого товарища, пожалуйста. Ну, вроде. Но мне надо было просто аккуратнее подъезжать к врагу. Так, я даже сейчас сюда атаковать не буду, потому что я думаю, я могу наш танк случайно задеть дружеский. Вот так подъеду. Так, ну и... Ох ты, нифига себе. Не едь туда. Не едь туда. Ты сейчас их всех спровоцируешь. Сейчас боюсь нашего задеть, но надеюсь, что все нормально будет. Он сам молодец сейчас. О, там какое-то оружие выпало. Так, осторожней, я сейчас боюсь, он сейчас тренет и меня может подбить. Так, я давай отъеду, а то я знаю, вы сейчас начнете гранаты какие-то там кидать. Фу, погоди. Здесь целых два танка вражеских подъехало. Откуда вы, блин, взялись? И в спину еще заезжают. Ребята, мне нужна дымовуха, чтобы они меня не видели. Я только сейчас вспомнил про такую чудесную вещь. Можете тут починить нашу машину? Блин, вот сейчас действительно опасный был момент. Я не ожидал сейчас такого подвоха. Так, пойдемте вот этого парня спасем. У меня такое ощущение, как будто мы сейчас и разобрались на самом деле со всеми на карте. Но это не точно. Да, миссия выполнена. Ну что ж, это было довольно-таки забавно. Надеюсь, вам тоже понравилось. На три звезды тут... А, смотрите, нашим бойцам, походу, там, я не знаю, чего они мелькают, но это все, кто принял участие. Герои войны, герои победы. Им там, наверное, какие-нибудь звания дали, да? Мы можем сейчас, в принципе, посмотреть. Да-да-да, я вас полностью понимаю. То есть, если вот мы, допустим, на следующую миссию идем. Ну, у них, по-моему, было по две черточки, а теперь по четыре. Они прямо жестко получили звание, ну, так еще бы, столько танков уничтожить. Эти ребята с галочками. Я не помню, как было до этого, но мне кажется, тоже какая-то фигня там была. То есть, они прямо у нас теперь уже ветераны войны, а могут стать еще лучше. И я надеюсь, что они, помимо званий, также еще увеличивают свои боевые характеристики, бой от боя. Но это не точно. Но, скорее всего, так. Так, и также мы можем здесь улучшать нашу базу. За 30 алмазов можем бронированные войска. Бронированную часть. Либо прокачать, либо построить. Я даже не знаю. Танки смогут быть транспортированы и использованы в миссиях. Вы можете использовать танк. Мы сможем танки использовать благодаря этому зданию или что? Можете использовать снайперов, чтобы подстреливать врагов на расстоянии. Так, я хочу танк. Если выбирать между танками и снайперами, то, черт побери, я хочу танки. Я, короче, вот это здание поставлю на улучшение. Ну, а это могу? У меня, похоже, я могу, похоже, только два здания за раз. И есть у нас Академия Саперов первого уровня. Ну, похоже, они у нас и так первого уровня есть. Просто мы сможем, как бы, улучшать их. Получать всякие возможности. Там, плюс 20% перезарядка, плюс 30% стамина. Черт побери, это неплохо. И также мы можем тут периодически из волонтеров набирать новых рекрутов, новых бойцов. И нам теперь на следующую миссию доступны, ребята, снайперы. И наверняка... Наверняка эту миссию и надо будет проходить со снайперами. То есть я сейчас не обращал внимания, но там, скорее всего, обязательные условия. Да, как минимум один снайпер должен быть в команде. Ладно, ребят, я думаю, следующую миссию мы сейчас проходить не будем. Может быть, не будем проходить никогда. Посмотрим, насколько вас цепанет это видео. Я, на самом деле, я не люблю. У меня таких игр обычно пригорает. Потому что там это, как бы, первые три миссии. Но уже не сказать, что просто. А там дальше будет вообще жесть. И я не люблю, знаете, страдать. Поэтому на этом у меня все. С вами был 1101. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok